Здравствуйте! Меня зовут Антон Шибанов. Это программа «Лобби-Холл» в эфире телеканала «ВЕТА». И в ближайшие 20 минут в нашем эфире пойдет речь о проблемах и об успехах конкретной территории. Речь идет о Краснокамском городском округе. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Пермского края Игорь Юрьевич Малых. Приветствую вас! Здравствуйте, Антон! При упоминании Краснокамска, вот если говорить о проблемах, сразу же приходит в голову ситуация со свинокомплексом, разумеется. Есть ли здесь какие-то перспективы решения этого целого клубка запутанных вопросов и проблем? Конечно, ситуация на свинокомплексе, считаю, одной из самых важных и в моей работе, и в нашей фракции КПРФ. Мы всегда ставим на первое место ситуацию на свинокомплексе. Стараемся очень часто там бывать, общаться и с активистами, и с профсоюзами. Мы буквально, наверное, видели в прессе и в апреле месяце жители и активные жители поселка как бы будировали этот вопрос, что ситуация напряженная. Действительно, складывается таким образом, что многие предприятия свиноводческие стороны в прошлые годы получили субсидии для реконструкции. К сожалению, свинокомплекс такую субсидию не получил, и имеем мы, конечно, сегодня сложную ситуацию. Связано это с чем? Высокие цены на корма, и, соответственно, невысокая цена на готовую продукцию. Но выходы есть. Мы понимаем, что без поддержки краевого правительства предприятие существовать не может. Сегодня предприятие в собственности Пермского края, и спасибо губернатору Пермского края, он поддержал, и могу уверенно сказать, что буквально через несколько дней предприятие получит субсидию в размере 116 миллионов рублей. Это в первую очередь на приобретение кормов, это порядка 70 миллионов в часть, на погашение заработной платы, энергетикам и так далее. То есть, по сути говоря, удалось выделить средства из краевого бюджета на поддержание данного предприятия. А есть еще возможность получать федеральные субсидии, вы упомянули? Федеральные субсидии были именно на предприятии свиноводческой отрасли на реконструкцию. Но это время прошло. То есть, было определенные несколько лет, когда Министерство сельского хозяйства Российской Федерации выделяло субсидии. Именно на это, к сожалению, мы не успели. Региональный Минфин по итогам первого квартала, поправьте, если я буду врать, сообщил, что наполняемость бюджета Пермского края, она улучшилась, что ли, в сравнении с предыдущими периодами. Если брать конкретную территорию, Краснокамский городской округ, Краснокамский район, можете ли вы сказать, что да, мы ощущаем подъем в плане производства, промышленники работают? Как дела обстоят? Какая обстановка? Ну, откровенно говоря, мы особо не ощущали каких-то серьезных падений. Конечно, по прошлому году, когда все-таки была серьезная пандемия и какие-то предприятия ограничивали свою работу, в этом году мы видим, что предприятия все работают активно. Мало того, хочу сказать, что предприятия бумажной отрасли вообще сегодня на подъеме. Сегодня мы видим наш Камский целлюлозно-бумажный комбинат ЦБК Кама, который и в этом году ввел новое производство мелованного картона, и старое производство работает, будем говорить, ну, как это слово сказать, может быть, на максимум своих возможностей. То есть сегодня вся продукция, которая в них выпускается, моментально продается, то есть склады практически пустые. Это говорит о том, что идет в экономике идет какой-то подъем. Сегодня не только в бумажной, да, мы видим и в лесной отрасли, сегодня тоже огромный подъем, сегодня и целлюлоза в цене, и древесина, и так далее. Мы видим, что предприятия все работают, и, соответственно, отсюда и по первому кварталу идет и дополнительные доходы нашего края, не только краевого, но и местных бюджетов. Краснокамск, наверное, из территории Пермского края, из городов Пермского края наиболее тесно завязан с центром, да, с краевой столицей, с Пермью. И, соответственно, отсюда вопрос по поводу транспортной системы, транспортной доступности. Запустили «Ласточки», да? Но вроде как тут в соцсетях проходило такой шумок, что вот, ребята, «Ласточки» запустили, они как-то вот эти маршруты не доработаны, а тем временем количество автобусов сократилось. Что происходит? Где нужно что-то еще подкручивать? Я не думаю, что какие-то серьезные какие-то проблемы есть в этом направлении. «Ласточка», конечно, это уникальное транспортное сообщение, которое появилось в Краснокамске. Да, действительно, есть трудности только в одном. Не очень удобна первая остановка. Да, она находится в промзоне. Сегодня уже мы достигли договоренность и с руководством железной дороги, с Министерством транспорта Пермского края. Сегодня потихонечку идем к тому, что в ближайшее время первая остановка, то есть, по сути говоря, где житель может прийти, это автовокзал. Надеемся, что в этом году начнутся проектные работы именно о Свердловской железной дороге. Видим, что позитивные моменты есть. Сегодня заменили вообще железнодорожное полотно в Краснокамске. Сегодня мы, все наши жители, видят, как полностью полотно железнодорожное заменили уже на более новое, современное. И в ближайшее время появится первая остановка на автовокзале. И мало того, что сегодня есть инвестор, который готов построить новый транспортно-пересадочный пункт именно на автовокзале. То есть, сегодня это будет не только автовокзал, но это будет и автовокзал, и, по сути говоря, железнодорожная станция. То есть, совместно. То есть, транспортный хаб. Да, транспортный хаб, который позволит жителю спокойно с любой отдаленной части Краснокамского городского округа приехать на автовокзал, сесть на электричку и быстро, что самое важное, быстро доехать. И в планах у нас, что в следующем году электричка должна ходить не 50, там, 55 минут, а 25-30, что позволит быстро тут. Но сегодня мы видим, да, то ремонт дороги, то еще что-то, да, то на мосту какие-то, что на коммунальном, что и на Красавинском мосту какие-то работы задержка идет. То есть, сегодня автобус может идти час и полтора и больше. Здесь от этого ничего не зависит. Сел на электричку, мягко, удобно, комфортно, кондиционер спокойно доехал. На сегодняшний день Краснокамский район, сам Краснокамск, это депрессивная территория? Это позитивная территория? Как можно оценить? Депрессивную назвать ее никак нельзя. Конечно, все-таки это какой-то огромный оптимизм. Мы движемся вперед, мы развиваемся. Не так давно мы видели, как губернатор приезжал к нам в Краснокамск, посетил наш стадион, который сегодня проходит серьезные реконструкции. Еще три года назад нам удалось попасть в федеральную программу по реконструкции таких стадионов. И мы увидим здесь новое футбольное поле полномасштабное, новые современные беговые дорожки, благоустройство. Но, к сожалению, за три года и цены поменялись, и требования к нашим ремонтам изменились. И сегодня у нас не хватило денег и на трибуны, и на другие помещения. Хотели бы мы сделать современный зал бокса, и современные залы для легкой атлетики. То есть, сегодня мы проект этот сделали. У нас есть, это огромные деньги, это порядка 180 миллионов. Мы показываем правительству Пермского края, что без их помощи нам этого не сделать. И сегодня спасибо еще раз тоже губернатору. Он приехал, посмотрел, увидел все наши задумки и все то, что у нас происходит. Конечно, он сказал, кто будет нас поддерживать. Сегодня есть уверенность, что буквально год-два у нас будет современный шикарный стадион в центре города, в котором можно будет заниматься любыми видами спорта. Это один момент. Но еще, наверное, очень важный момент, что, конечно, мы делаем благоустройство нашей территории, всего Краснокамска в целом. В прошлом году мы сделали шикарный сквер около Дворца Ленина, как мы его называем. Сейчас, конечно, он называется по-другому. Но и парк, и дворец мы называем имени Ленина, потому что когда-то это строил наш ТЭЦ, и назвали именно так. И сделали шикарный парк. Сегодня не только жители Краснокамска отдыхают и вечером, и в будние дни. Сегодня там и детские площадки, и прогулочные. И самое главное, что все-таки безопасно, потому что везде видеонаблюдение. Сегодня туда приезжают и жители ближайших, и Нытва, и Закамск, и Пермь приезжают к нам в парк. Детям интересно. Я вот сейчас думаю об этом как раз. Что надо к вам приехать. Обязательно нужно приехать. Мало того, мы сегодня улучшаем еще две такие площадки. Это парк между первой и восьмой школой. Происходит там реконструкция. И еще сегодня мы один около Дворца Газнака. Тоже делаем большой сквер. Сквер, называемый у молодоженов. Там тоже идет реконструкция. То есть сегодня, по сути говоря, не надо жителю из одного конца идти в другое, чтобы погулять в парке, с детьми позаниматься. Мы хотим, чтобы это было везде. В ближайшем у нас и набережная, и сквер имени Божова. Идет у нас голосование. Весь Краснокам сегодня голосует. Уже порядка 9 тысяч. Мы хотим, чтобы проголосовали. Ну, как минимум, каждый пятый житель нашего города. Чтобы на федеральном уровне мы участвуем в федеральной программе. Именно это 100 миллионов рублей. То есть если мы все, мы жители, активно в этом плане поработаем, мы сегодня 100 миллионов получаем на благоустройство центра города. То есть сквер Божова, рядом у нас парк Победы. То есть этот самый центр, где, я думаю, будет Краснокамск, будет точно не хуже, чем город Пермь, а может быть даже лучше. Ну, к этому надо стремиться обязательно. А к этому надо обязательно стремиться. Объясню почему. Потому что вы правильно сказали. Очень близко мы находимся к городу Перми. Многие наши жители работают в городе Перми. И чтобы им не захотелось уезжать в Пермь жить, чтобы у нас были все условия. У нас есть все. У нас есть и ледовые дворцы, и бассейны, и любые спортивные учреждения. Мы в прошлом году сделали больше 20 открытых спортивных площадок. То есть сегодня у нас заниматься спортом вообще никаких проблем нет. То есть поэтому сегодня делаем благоустройство. Сегодня мы улучшаем вообще и состояние, и наших домов, где проживают жители. Огромная программа в этом году. Мы центральную улицу полностью ремонтируем, как фасады, так и кровли. То есть чтобы в одном ключе у нас было. То есть как, ну будем говорить, как в старом, когда только город построился. Чтобы было красиво. Чтобы было красиво, качественно, удобно. Чтобы можно было пройтись по городу и получить от этого эстетическое удовольствие. В том числе обустраиваете и малые реки? Конечно. И в этом году у нас есть такая, ну серьезная проблема, которая, будем говорить, годами сложилась. Ну может она не по центру города, она бежит по северной границе нашего города, бежит речка Пальта. И около нее и гаражные кооперативы, и садовые кооперативы. И по сути говоря, многие очень жители наши, ну может быть не так бережно относились к этой реке. И много мусоров выбрасывалось. И конечно берега, загадки, ну вообще делать надо, очищать надо реку. Мы очень долгие годы шли к этому вопросу. Удалось уговорить Министерство природных ресурсов и экологии. И мы в следующем году вошли в программу федеральную очистка малых рек. Что позволит нам полностью почистить все русло, полностью почистить. К сожалению, эта программа не включает очистки берегов. Но буквально на днях мы провели огромный субботник, дали старт этой программе. И с Министерством ЖКХ мы договорились, что сегодня есть возможность для Краснокамска получить субсидию именно на очистку берегов. Что позволит нам из этой реки восстановить ее в первоначальном виде. То есть и русло реки, и берега почистить. Мы и с депутатами, и с администрацией решаем вопросы финансирования. Конечно, федеральная программа, она нам не нужна дополнительных средств. А что касается программы очистки берегов через Министерство ЖКХ, здесь, конечно, 75 на 25. То есть 25% мы должны найти собственных средств. Чем мы сейчас и занимаемся. Постараемся изыскать средства, чтобы войти в эту программу. И максимально, то есть это практически 5 километров. То есть через весь город проходит вся эта река, и мы ее мечтаем почистить вместе с нашими жителями. Игорь Юрьевич, наверное, последний вопрос. В нашей сегодняшней беседе так сложилось, что в этом году депутатам Краевого парламента необходимо, ну так хотя бы мысленно оглянуться на прошедшее несколько лет, подвести итоги. Вот ваши итоги в качестве депутата Краевого парламента этого созыва. Коротко, наверное, сложно. Я всегда ставил задачу одну, как депутат в законодательном собрании. Я всегда говорил об одном. Территории, такие как Краснокамс, на собственные деньги никогда не смогут развиваться. Только лишь поддержание какой-то инфраструктуры. Задача одна у депутата – это привлечь средства с Краевого бюджета. Я думаю, у нас, конечно, один депутат это не сможет. Это только, конечно, вместе с депутатами, как и городской думы, так с администрацией, с главой округа. Я думаю, мы работу проводим такую неплохо. То есть 2020-19 год, коротко скажу, что где-то порядка миллиарда рублей ежегодно, мы привлекаем плюсом с Краевого бюджета на все наши главные проекты. И это видно. То есть Краснокамск реально сегодня очень активно развивается только лишь при поддержке Краевого федерального бюджета. Я думаю, что перед жителями отчитаться будет чем. Спасибо вам большое. Хочется пожелать вашим лице успехов всему Краснокамску, прекрасный город, прекрасные жители, цвести и процветать. Спасибо большое. Это была программа «Лобби-холл». Меня зовут Антон Шибанов. Ну а гость в нашей сегодняшней студии – Игорь Юрьевич Малых, депутат Законодательного собрания Пермского края. Увидимся.